Ну, касательно вот этого скандала со Сноуденом и влияния, гипотетического влияния этого скандала на российско-американские отношения, вот, я считаю, что это преувеличено все. Вот, я считаю, что мы поступаем абсолютно правильно, и вообще мы не должны думать, правильно мы поступаем или неправильно. Мы должны поступать так, как нам надо, вот, так, как нам хочется, и так, как нам интересно и выгодно. И если это невыгодно кому-то еще, там, в частности, американцам, то я бы на это наплевал с высокой колокольной. И мне очень радостно, что, так сказать, в некотором смысле президент нашей страны, в общем-то, занял, ну, наверное, не столь жесткую, но, тем не менее, сходную позицию. Потому что здесь присутствует, как всегда присутствует двойной стандарт по отношению к России. Как всегда, так сказать, американцы смотрят на нас немножечко сверху вниз. А вообще-то, на мой личный взгляд, пора бы ситуацию поменять, и нам бы на них смотреть сверху вниз. И я лично считаю, что не нужно ни в коем случае преувеличивать значение, там, обидах Обамы. Ну, обиделся и обиделся, на обиженных в воду возит. Вот. И я считаю, что нам надо обязательно Сноудана оставить у нас, и было бы желательно вообще у него разведать все остальные секреты, которые, собственно говоря, у него хранятся. Вот. Я бы сделал таким образом. И надеюсь, что, так сказать, таким образом и произойдет. В этом смысле я считаю, что американцы, как обычно, ведут себя крайне цинично, несправедливо и считают, что, так сказать, их желание превыше всего. Так вот, на мой личный взгляд, наши российские интересы и желания превыше всего. А что там хочет Англия, Америка или другие, так сказать, страны, да, мы можем послушать и понять, как это координируется и как это коррелируется с нашими интересами. Вот. И, безусловно, мы должны всегда преследовать только наши интересы. Я лично так считаю. Естественно, взвешенный, естественно, не строя конфликтов. Конечно, мы не хотим воевать с Америкой из-за, там, одного разведчика, который выдал то, что американцы прослушали всех своих друзей, включая, там, так сказать, своих союзников и так далее. Что они шпионили за всем миром, что это уже давным-давно полицейское государство. Никакой свободы там нет. Ты 300 раз попадаешь в объектив камеры, когда ты ходишь, там, по центральному Нью-Йорку. То есть каждые 30 секунд. То есть каждые 30 секунд можно узнать, где ты находишься. Вот. Америка давным-давно несвободная страна. И, собственно говоря, я лично абсолютно на стороне наших властей в этом смысле. И считаю, что ни в коем случае с Нолдена нельзя отпускать, а пусть он обижается, сколько хочет. Пообижается, ничего страшного. Разбижается потом.